Теперь главный вопрос. Участие наших спортсменов в стартующей 5 августа Олимпиаде в Бразилии. Право отстранить нашу сборную есть только у МОК. Но важная деталь. Комиссия ВАДА, как было заявлено сегодня, не намерена по этому поводу давать Международному Олимпийскому комитету никаких рекомендаций. Но такие рекомендации дает само ВАДА, сообщает пресс-служба агентства. Как бы то ни было, теперь слово «замок». Его исполком уже завтра проведет телефонную конференцию по итогам доклада комиссии. И вот тогда могут быть приняты конкретные решения. Пресс-служба МОК цитирует президент организации Томаса Баха. Не колеблясь, мы примем самые жесткие санкции в отношении любого замешанного лица или организации. Еще одна деталь. Глава комиссии ВАДА отдельно подчеркнул, что была проанализирована работа Олимпийского комитета России. Никакой конкретной вовлеченности самого ОКР или его представителей в допинг-деле комиссия не обнаружила. При этом из разных стран в противовес призывам антидопинговых организаций США, Канады и Германии звучат мнения, что так называемые «чистые», не уличенные в употреблении допинга российские спортсмены не должны страдать из-за нарушений, допущенных другими. Это мнение высказал сегодня президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Ему вторится глава Всемирной федерации дзюдо Мариус Визер. «Мне трудно представить ситуацию, что сборная России не выступит на играх», — сказал он агентству ТАСС. В том же духе высказался президент Международной федерации волейбола Ари Граса. Федерация гимнастики заявляет, что полностью поддерживает политику МОК по борьбе с допингом, но считает, что российские гимнасты подвергались контролю наравне с другими, поэтому «чистые» атлеты должны участвовать в играх. Во Всероссийской федерации легкой атлетики поблагодарили спортсменов из разных стран, которые направили письма поддержки нашим атлетам. Продолжение следует...